Во имя Отца и Сына и Святаго Духа Житие преподобного Силуана Афонского Преподобный Силуан Афонский, мирское имя Симеон, родился в 1866 году в Тамбовской губернии в селе Шавском в благочестивой семье крестьянина Иоанна Антонова. Родители его были людьми трудолюбивыми, кроткими и от природы мудрыми, хотя и неграмотными. Большая и дружная семья жила бедно, однако нуждающимся в помощи никогда не отказывала, порой делясь с ними последним. Особенно радушно в семье принимали странников. С детства Симеон трудился вместе со старшими в меру сил, помогая отцу в поле и братьям на строительных работах в помещичьем имении. Жизнь набожной семьи Антоновых была неразрывно связана с храмом, посещение которого прививало Симеону с младенчества чувство благоговения перед Словом Божиим, воспитывало его в духе христианского смирения и других добродетелей. Спустя несколько лет юноша, возлюбив Господа всей душой, открыто пожелал удалиться в монастырь и принять постриг в Киево-Печерской лавре. Его стремление, однако, не встретило поддержки у отца, который настоял на том, чтобы сын сначала поступил на воинскую службу и лишь после ее прохождения решил, кем ему быть. Повинуясь родительскому слову, Симеон вернулся к своей обычной жизни. Но Господь уберег его от погружения в греховную пучину, вновь призвав уйти от мирской суеты и вступить на путь монашества. Произошло это, по свидетельству старца, при следующих обстоятельствах. Однажды, вернувшись домой с гуляния, он задремал и в тонком сне, глядя на себя как бы со стороны, увидел, как в него проникает злосмрадный змей. Почувствовав отвращение, он проснулся и в момент пробуждения услышал произнесенные самой Богородицей слова. «Ты проглотил змея во сне, и тебе противно. Так и мне нехорошо смотреть на то, что ты делаешь». Осознав свои грехи, юноша горячо раскаялся в них перед Господом и возблагодарил Божью Матерь за явленную к нему доброту. Это событие имело решающее значение для выбора дальнейшего пути. К нему вновь вернулось желание посвятить свою жизнь Богу. Воинскую службу Симеон проходил в Санкт-Петербурге. В армии с особой силой проявился дар его мудрого совета, следуя которому многие обрели душевный покой и благополучие. Уйдя на службу с живой верой и глубоким покаянным чувством, Симеон никогда не забывал о Боге. К тому времени чудесным образом определилось и место его будущих монашеских подвигов — святая гора Афон, куда он был от мрака греховного к свету истины Христовой, самой Пречистой, призван. Незадолго до окончания воинской службы Симеон решил испросить молитв и благословения отца Иоанна Кронштадтского. Не застав его, он оставил записку со словами «Батюшка, хочу пойти в монахи, помолитесь, чтобы мир меня не задержал». Осенью 1892 года преподобный прибыл на Святую Гору и был принят послушником в русский Пантелеимонов монастырь. Жизнь старца в монастыре была проста и внешне ничем не примечательна. Сначала его послушанием была тяжелая работа на мельнице, на смену которой пришел хлопотливый труд эконома, заведование мастерскими, продовольственным складом, а на склоне лет торговой лавкой. Пройдя путь начальных иноческих испытаний, он был пострижен в мантию с именем Силуан, а спустя пять лет в схему с оставлением прежнего имени. Своих учеников преподобный не имел и в послушании у какого-либо определенного старца не находился. Сам он, подобно большинству монахов, воспитывался в атмосфере общей для инокофофона духовной традиции, проводя, как того требовал многовековой уклад жизни в обители, дни в непрестанной Иисусовой молитве, длительных богослужениях в храме, постах и бдениях, частой исповеди и причащении святых христовых тайн, чтении духовных книг и труде. Прожив 46 лет в обители с общежительным уставом, подвижник никогда не стремился к уходу в затвор или к удалению в пустынь, считая, что они сами по себе являются лишь вспомогательными средствами, а не целью христианской жизни. Постоянно находясь среди людей, старец хранил ум и сердце от посторонних помыслов, очищал их от страстей для молитвенного предстояния Богу, утверждая, что это самый короткий путь ко спасению. Он не искал мученичества, но всей своей жизнью повторил аскетический опыт отцов церкви, известных подвижников благочестия. Вся жизнь его была сердечной молитвой до великих слез, исключительно высоким подвигом любви ко Господу. «Мир стоит молитвою», утверждал преподобный, «а когда ослабнет молитва, тогда мир погибнет». В этой молитвенной устремленности он достиг такого внутреннего состояния, при котором провидел происходящее и прозревал будущее человека, открывая глубокие тайны его души и призывая всех вступить на путь спасительного покаяния. Непрестанная молитва не оставляла подвижника до последнего часа его земных странствий. 11 сентября 1938 года схемонах Силуан мирно скончался. Он явил своей подвижнической жизнью пример кротости, смирения и любви к ближним. Спустя 50 лет блаженный старец был причислен к лику святых. Однако задолго до официальной канонизации для поклонения честной главе преподобного, покоящейся в храме Святогорской Пантелеймоновой обители, приезжало немало паломников с верой в его молитвенное предстательство перед Господом. Врачуя души верующих и писание преподобного Силуана, переведенные на многие языки и получившие большую известность за глубокую духовность и мудрость содержащегося в них Слова. Его Слово простое и доброе, но чтобы следовать Ему, необходимо вступить на путь самоотречения и всецелого послушания воли Божией, каким прошел и Сам Святой. Будучи нашим современником, сыном Российской земли и Церкви русской, он свидетельствовал о евангельской истине, подтверждая тем самым, что в мире приходящих ценностей неизменными для всех времен являются лишь духовные основания жизни человечества. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...